Итак, сегодня мы будем с вами говорить про, на самом деле, довольно обширную, я бы так сказал, огромную, сравнимую с целой библиотекой тему. И сразу же оговорюсь, мы будем с вами рассматривать один книжный шкаф с пятью полками, потому что у нас заявлена краткая история. Иначе мы могли бы рассматривать и два шкафа, и четыре шкафа, и гораздо-гораздо-гораздо-гораздо больше, потому что про практически каждую из полок, о которых мы будем с вами говорить, можно отдельно вещать. У нас будет с вами пять полок. Первая — это пыльная полка, она про в целом историю интерактивной литературы и экспериментов игровых. Вторая полка будет посвящена книгам, которые превратились в игры. Третья полка будет затрагивать писателей в играх, их репрезентацию. Четвертая полка вскользь упомянет, собственно, сами книги в играх, или, может быть, даже не вскользь. И пятая, самая маленькая полка, на ней будут располагаться книги про сами игры, но не теоретическая литература, а художественная. Собственно, я буду брать книги с этих полок, и мы будем с вами об этом беседовать. Собственно, берем с пыльной полки книгу, сдуваем пыль. И я предлагаю начать разговор с сада расходящихся тропок Борхеса, поскольку многие исследователи интерактивной литературы, квестов, текстовых, они так более известны в русскоязычном сообществе, они возводят точку к 1941 году к саду расходящихся тропок. Но сразу же стоит оговориться, что словно в любой истории, эта дата довольно условна, поскольку, например, разные исследователи интерактивную литературу и литературные эксперименты возводят вплоть до античных времен. То есть разные эксперименты с комбинаторной литературой, с разным интерактивным опытом прочтения, они довольно давно в разные времена, в разных культурах на самом деле проявлялись. Сад расходящихся тропок примечательен тем, что этот рассказ предполагает несколько прочтений. Он не совсем линеен. В одной главе герой жив, в другой он мертв, потом он опять жив, и зритель волен выбирать некоторым образом для себя, в том числе, правда, читая линейно. Затем был такой скачок в 20 лет и уже в другую страну, во Францию, где группа литераторов, которым были интересны не столько литературные эксперименты, сколько в том числе со словом, художеством, но эксперименты с вариантом прочтения, с математикой, с чем-то таким интерактивным. И перед вами изображен сборник 100 миллионов или 100 миллиардов, по-разному называется, поэм. То есть вы можете обратить внимание, что здесь есть энное количество страниц, на них энное количество 10 сонетов. И, собственно, автор разрезал их, предложил вариант такой издания, что можно комбинировать и создавать, действительно, читая по строчке вот этих вот разных страниц. Огромное-огромное количество. Но это, опять-таки, ранние эксперименты, которые, казалось бы, еще не то чтобы связаны с играми. Но это все приводит нас к тому, что то, о чем мечтали литераторы, именно сделать читателя, соавтором, который выбирает путь прочтения, оно реализовалось, на самом деле, на заре индустрии цифровых игр. Видите, год 1976 год. А принято считать, что игровая индустрия в мире, именно цифровых игр, началась в 1972 году с игры в Pong. И вот четыре года спустя появляется Colossal Cave Adventure. Несмотря на то, что это текстовое приключение, созданное спелеологом по его опытам брождения по пещерам, и предлагает, собственно, человеку при помощи текстовых команд пойти на север, пойти на юг, побродить по этим пещерам, рисуя карту в голове или, чаще всего, на дополнительном листочке. И здесь важно не столько слово Colossal или Cave, сколько Adventure, поскольку перед нами образец ситуации, когда название дало название жанру. То есть я уже говорил про текстовые квесты, но именно слово квесты, оно более распространено в русскоязычной среде. В англоязычной среде это называют словом Adventure. И интересно, что у этой игры есть две версии. Собственно, год спустя, с разрешения автора, второй автор вынес некоторые изменения. И если в первой части, мы уже с вами сказали, что речь шла про довольно-таки приближенный к реалистичному опыт путешествия по пещерам, то второй автор привнес туда щепотку троллей, сокровищ и прочего-прочего, вдохновившись профессором, то бишь Толкином. И это довольно важно, поскольку где-то приблизительно в это время появляется Dungeons & Dragons, которая оказала огромное влияние на развитие всей игровой индустрии. А важно понимать, что Dungeons & Dragons появилась из Толкина. И мы поговорим еще о профессоре, о его влиянии. Оно на самом деле довольно огромное. И буквально через несколько лет появляется то, что считается, в принципе, первой интерактивной книгой, текстовым приключением, которая дала название серии Choose Your Own Adventure, выбери свое собственное приключение. Собственно, те эксперименты, которые делал и Борхес, и другие, о том, что читатель создает приключения сам, но при этом читает довольно-таки линейно и просто выбирая для себя понравившийся вариант, чем же все это закончилось. Тут стоит оговориться, что на самом деле эксперименты делали и другие люди. Тот же Джанни Радари написал сказку с тремя финалами. То есть эксперименты были. Но это, собственно, начало серии книг, которые нужно читать нелинейно. Часто нужно читать с кубиком, поскольку эти книги, этот жанр, текстовых приключений написан от второго лица. То есть мы привыкли, что если у нас дневниковые записи, то обычно речь идет от первого лица. Часто художественная литература повествует от третьего. А от второго лица, то, что, собственно, уже было и в текстовых квестах, в адвенчерах, это вы стоите на опушке леса, перед вами раскинулось, не знаю, чаще, куда вы пойдете. Или же ты открыл сундук, но на тебя напал монстр, что ты будешь делать? И дальше предложены различные варианты, и по этим вариантам нужно переходить на различные страницы, иногда кидать кубики, чтобы понимать, что же с тобой произошло, получилось у тебя добыть сокровище или ускользнуть от монстра, или же, наоборот, его победить. И в русскоязычное пространство этот вид литературы пришел в 90-е, после перестройки. То есть был и русскоязычный автор, который, собственно, создал серию, вот таких вот вещей, но также и в это время Choose Your Own Adventure было переведено на русский. Порядка 50, ну, приблизительно, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше существует книг. Они в основном издавались в 90-е, потом были переиздания, и вот бум, на самом деле пришелся на 90-е. То есть та же самая система, вы выбираете вариант прохождения, бросаете кубики и смотрите, что у вас получилось. Собственно, через литературные опыты и текстовые квесты это пришло в книгу. Казалось бы, 90-е годы, когда уже технологические мощности позволяли создавать более реалистичные игры, не столь реалистичные, которые создаются сейчас, но тем не менее. Текста в определенный момент в играх стало становиться все меньше, но он не ушел окончательно. Потому что им заинтересовались, в принципе, и художники, и энтузиасты. Например, перед вами очень интересный образец. В Петербурге несколько лет назад проходил фестиваль медиапоэзии 101, который был посвящен, собственно, текстовым играм, но не таким, который представлен на фестивале «Золотой хомяк», на премии «Золотой хомяк», это, собственно, премия текстовых квестов на русском языке, но неким более специфичным, посвященным или теме депрессии, или теме исторических событий, или каких-то новостных. Здесь же автор предлагает нам предположить, что Сергей Курехин не погиб, но остался жив. И ему был дан второй шанс. И, собственно, в рамках такого же текстового квеста нужно переходить по гиперссылкам, то есть выбирать варианты, даже не пытайтесь вчитываться, это скорее просто, чтобы понять, каким образом это выглядело. Здесь есть три параметра — здоровье, знание, безумие. То есть выбирая один из вариантов, заняться музыкой, или встретиться с кем-то в Комарово, или в других локациях, или прочитать книгу, у персонажа уменьшаются одни характеристики, или же увеличиваются другие, и есть определенные пороги, не знаю, нуля и десяти, когда персонаж доходит до вот этого порога, предела, то игра заканчивается, и есть вариант перепройти ее снова. Это довольно примечательная вещь, но текста здесь немного, поскольку я уже сказал, что тенденция была такая, что текста становилось в играх все меньше. Но, тем не менее, пару лет назад вышла не столь популярная, но, тем не менее, замеченная многими игра «Жизнь и страдания господина Баранте» в эпоху падения Блаженной империи Арканов. В принципе, она называется на английском языке «Короче», но это русскоязычная игра, ее создали русскоязычные авторы, если я не ошибаюсь, из Томска, на базе настольной ролевой игры, которую они придумывали. И игра представляет из себя уже известный нам формат, но она, обратите внимание, интерфейс выполнен в виде книги. То есть происходят в событии героя определенные вещи, и он волен выбирать, опять же, опираясь на определенные характеристики, хватает ли у него запаса сил, чтобы противиться судьбе, или же он сделает то, что от него ждут. И есть вариант игры, когда, собственно, вы видите последствия своих действий, а есть более хардкорные, когда вы вольны опираться только на вот такие вот довольно расплывчатые, короткие фразы, то есть расплакаться, ударить деда, вытащить солдатиков из огня. Это довольно примечательно интересная вещь. Она содержит огромное количество, по разным оценкам, 350 или 500 тысяч слов. Это колоссальный объем, сопоставимый с довольно-таки крупной книгой. И, тем не менее, несмотря на разговоры скептиков, что тексты совершенно уходят, что игроки не читают, все-таки такие проекты продолжают выходить. Тот же Baldur's Gate 3, который вышел в прошлом году, тоже содержит немало текста, но о качестве текстов подобных игр мы поговорим чуть позже. И пока я ставлю книгу на полку и беру книгу со второй полки, у нас есть время отдышаться или, возможно, задать вопрос, некий комментарий, чтобы не держать это в памяти и оставлять на потом. Еще один пример литературы, я так и не прочел эту книгу, называется «Игра в классики». Там тоже нужно было нелинейно как-то читать текст. Можно было прочитать линейно, но можно как-то переприкировать что-то. И что-то по-другому получалось. Не помню автора, но вот как пример. Герман Гесса, по-моему, я не ошибаюсь. Скорее всего, да. Ну, просто как пример еще вспомнил. Да, вот литературные эксперименты, ну, вот их больше всего было именно все-таки в середине второй половины 20 века, но потом уже, собственно, с появлением возможности создавать цифровые игры, это, ну, литературные эксперименты чуть-чуть бы утратили свою актуальность. А еще у Акунина была книжка, которую можно было бы читать тоже двумя концами, и еще он переделал «Чайку» и ее поставил на сцене спектакля, когда ты сначала смотрел одну версию, а потом версию, в которой все происходило совершенно как мне, как у Чехова, абсолютно наоборот, это там детектив был. А еще у одного-другого писателя русскоязычного, имя которого я не буду называть, тоже такое было, да. То есть это было и в... Да, эксперименты продолжались и в 21 веке, просто они уже не были столь экспериментами. Они, ну, как бы не бросали вызов линейному письму. На данный момент существуют до сих пор это сцены и сообщества, там каких-то более-менее классических текстовых кустов? Ну, вот есть, по крайней мере, была несколько лет назад премия «Золотой хомяк». В принципе, сейчас создавать текстовые игры, текстовые квесты гораздо проще. Есть различные движки, твайн, есть целые сайты, подборки с интерактивной литературой, которые, не знаю, можно приобретать. Ну, в общем, есть разный вариант монетизации. То есть аудитория существует, их продолжают создавать, в принципе, это можно найти. Этого стало гораздо меньше по ряду причин, но да, оно существует в том числе в русскоязычном сообществе. И тогда переходим ко второй полке. Чтобы немного забавить такой градус ученой книжности, я говорил, что вторая полка будет посвящена играм по книгам. Но чаще всего названия этих игр, они повторяют название книг. Но не в этом случае. Я покажу вам несколько персонажей этого файтинга. Может быть, кто-то знает, может быть, кто-то сможет догадаться. Небольшая подсказка. Была довольно-таки масштабная экранизация этого произведения с рядом ведущих кинозвезд. И было, на самом деле, довольно большое количество экранизаций. Экранизацию, которая вышла, по-моему, в конце нулевых, в начале десятых, я точно не помню, вы могли помнить, поскольку ее чуть-чуть превратили в музыкл, и там было несколько таких... Да, совершенно верно, это отверженные. Перед нами файтинг по отверженным, где можно выбрать Жавера и сражаться с Робо-Вальжаном. Собственно, одним из приемов Жавер посылает жандармов на Робо-Вальжана, а вторым добивает его метеоритами. Наверное, не это вы ожидали, когда я говорил, что мы будем говорить о, скажем, игрофикации, экранизации литературы. Но таких проектов, на самом деле, не так много, но они есть. Чаще всего они идут другим путем. Тоже еще один вопрос в зал. Кто-нибудь может мне сказать, что за локация из игры «Властелин колец онлайн» перед нами изображена? И сразу же, опять-таки, небольшая подсказка. В трилогии Питера Джексона этой локации не было. Но, собственно, разумеется, в текстах профессора она была. Могу еще сделать подсказку. Там действие происходит недалеко от Бри и с участием хоббитов. Да, совершенно верно. Это курганы. Они были в некоторых играх. На самом деле, я уже упоминал Толкина. И нужно понимать, что, в принципе, его можно считать одним из наиболее игронизированных авторов, поскольку на данный момент существует порядка 50 игр по «Властелину колец». Они разной степени качественности, разной степени достоверности, разной степени близости к оригиналу. Но вот «Властелин колец онлайн», игра, которая была выпущена в 2007 году, выходит до сих пор и уже позволяет возможность путешествовать вообще по всему Средиземью. В том числе встречать персонажей по типу Тома Бомбадила, который, собственно, и спас хоббитов из-за могильников. Он есть в книге, он есть в других играх, но в фильмах его нет. Это тот случай, когда вариант говорить, что, не знаю, книга лучше, игра лучше, фильм лучше. Опять-таки, несмотря даже в режиссерских версиях «Властелина колец», сложно было бы уместить все, что написал Толкин. Ну, это уже мы не говорим про другие его дополнительные произведения по типу Сильмариллиона и прочего-прочего, расширяющие его легендариум. «Властелин колец онлайн» примечательен тем, что действительно, я уже сказал, это огромная игра, и там прям можно исследовать очень много всего. Не самый ожиданный вариант. В том же году вышла браузерная игра «Троецарствие». Тут стоит сделать небольшой мостик к тому, что мы уже видели на предыдущей полке, текстовые квесты. Текстовые квесты в определенный момент эволюционировали в муды, мульти-юзер-данженс, многопользовательские подземелья, где, собственно, игрокам предлагалось не в одиночку исследовать подземелья, но коллективно. Если вы обратите внимание на экран «Игры Троецарствие», которая создана по книгам Юрия Никитина про борьбу двух, нескольких государств, там как бы три государства, то вы обратите внимание, что небольшой такой экран с локацией, статуя, купец статный, такое вот что-то древнерусское, и чат. То есть чат, в котором люди общаются, в котором они договариваются о сделках, каких-то совместных походах для определенных свершений. То есть примечательно, что браузерные игры, эпоха которых может быть датирована с 2002 по 2011 год, в принципе, есть варианты таких плюс-минус шагов, но именно если мы рассматриваем эти годы от бойцовского клуба до каких-то более поздних проектов территории, то это было время, когда в основном в Рунете очень многие пользователи, игроки играли в браузерные игры. Просто многие предпочли об этом забыть, поскольку это всегда считалось чем-то таким постыдным, но вот потом нишу браузерных игр заняли мобильные игры, и тоже хардкорные геймеры, основные игроки говорили, что браузерная игра — это плохо, или мобильная игра — это плохо, или казуальная игра — это плохо. То есть всегда была определенная ниша, которую основные игроки, скажем так, порицали, гнобили и прочее. Но мы не можем вырвать страницу из книги, и нужно даже в рамках краткой истории отметить, что Трицарство примечательно тем, что это браузерная игра по книгам российского автора, и на самом деле для русскоязычной игровой индустрии, в принципе для индустрии СНГ, в те годы было довольно привычно обращаться к литературным первоисточникам. Существовало несколько, собственно, браузерных игр по книгам, а уж там, не знаю, сколько было игр по, не знаю, несколько игр по книгам Сергея Лукьяненко и других фантастов. То есть много-много всего было. И по Струганским было несколько игр. В общем, их было очень много, и это тоже интересная тема для отдельного разговора. Но идем дальше. Не знаю, ожидали ли вы здесь увидеть Францию, Кавку или нет. На данный момент существует с оговорками порядка пяти игр или про Францию Кавку, или по мотивам его произведений. Но несколько из них примечательны тем, что, собственно, самое известное произведение Кавки это превращение. Совершенно верно. Игра выполнена в виде такого квеста, но не текстового. И, собственно, вот в определенный момент мы читаем эти строки. Проснувшись ранным утром, после ночного кошмара, Грегор Замза обнаружил, что он в собственной постели превратился в родливое насекомое. Но здесь он превратился в такого нуарного детектива. Но интересно, что в рамках этой игры герой, герой через свои сновидения оказывается во вселенной, где переплетены и превращение, и процесс, и замок, и Америка. То есть такая Кавка-верс, я бы это сказал. Вселенная сотканная из произведений, в том числе не оконченных произведений Кавки. Но вот буквально недавно, в середине июня, вот только что вышла бесплатная игра Playing Kafka, она представляет из себя тоже три новеллы, собственно, процесс, письма отцу вроде бы, и замок. Это тоже такие, скажем, игры с небольшим количеством игрового процесса. Кто-то может их обозвать не играми или арт-играми, тем более, раз игра распространяется бесплатно, то уж тем более она как будто бы подсказывает, что она не игра. Вот здесь процесс написания письма отцу, такой похожий несколько на языковые приложения или такие игры, когда ты учишь язык. И третья часть по замку, она наиболее интересная, поскольку она больше уже похожа на игровой процесс, есть разные локации, герой перемещается по ним, и в самом конце, это не совсем будет спойлер, это довольно три коротких таких новеллы, можно пройти где-то за час. Герой, землемер из замка, встречает, собственно, Франца Кавку и спрашивает, чем дальше все закончилось, он отвечает, я не знаю, я же не умер, я не дописал, выбери сам, и у персонажа, игрока, есть вариант выбора одной из трех концовок. То есть неожиданно опять мы возвращаемся к ситуации, когда есть три пути. По большей части и до и после мы будем говорить об играх по книгам, где мало игрового процесса, и в которых чаще всего жанром выбирается квест или же просто интерактивная новелла, когда ты по сути играешь в презентацию и прощелкиваешь, чтобы узнать, чем же дальше было. Но вот игра Walden Again по, собственно, произведению Генри Дэвида Тора «Волден или жизнь в лесу», она изумительна. Про нее можно много говорить, я постараюсь ограничиться таким буквально перелистыванием страниц. Она начинается с того, что Генри Дэвида Тора оказывается на берегу Волденского пруда в ситуации, что ему нужно достроить свою хижину, игра говорит, вы начинаете эксперимент Тора, Генри Дэвида Тора, когда он, собственно, ушел на берег этого пруда, провел порядка двух лет в такой частичной изоляции и с таким американским интересным подходом, в отличие от, не знаю, античных кинников, которые просто отвергали блага цивилизации или призывали к упрощению, он говорил, что, ребята, как бы, вот ты живешь в городе, ты тратишься на платье, там еще на что-то, тратишь время, а вот ты идешь, возделываешь свой сад, ловишь рыбу, там вот тебе, и ты не болеешь, потому что ты не должен, не знаю, платить лекарям-шарлатанам за лекарства, и он подробно в главах расписывает, сколько у него там ушло на гвозди, сколько на муку, очень интересное чтиво, поскольку оно частично, как бы, содержит его такие философские размышления, частично политические его воззрения, частично, собственно, такой справочник выживания выживальщика. Собственно, часть игрового процесса представлена в том, что у тебя есть журнал Генри Дэвида Тора, куда он записывает по окончанию игрового дня, собственно, что с ним произошло, и это отчасти такое вот встраивание прям текста в игру. Он, определенный момент, встречает Ральфа Уолдена Эмерсона, на территории которого это все происходит, и тот просит ему принести для его исследований Илиаду Гомера, и мы находим ее вот так вот на берегу пруда. Собственно, сам Генри Дэвида Тора говорит, что он взял с собой в это путешествие собственно эту книгу, и он вот ее будет перечитывать, и она важна. Но дальше происходит такая довольно интересная игровая деталь, что оказывается, что, собственно, Ральф Уолден Эмерсон раскидал по берегу этого пруда энное количество других буддийских, философских трактатов, индуистских и прочих, 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 и просят нас, собственно, их принести, и идя из одной точки к другой, мы постепенно открываем карту и, не знаю, понимаем, что герою нужно следить за показателем голода и ловить рыбу, следить за показателем древесины, чтобы поддерживать очаг в своей хижине. Собственно, день длится довольно быстро и, как бы, потому что это прям действительно позволяет тебе ощутить опыт такого выживания в условиях дикой природы и вот survival такой жанр довольно нетипичный, когда мы будем говорить, в принципе, про некую экранизацию игры, потому что это действительно игра с игровым процессом, комплексным, где нужно следить за определенными механиками, за параметрами, зарабатывать деньги, чтобы покупать себе инвентарь и, собственно, в том числе совершать некие поручения. Вот я говорил про политические воззрения. Генрия Девиторо помогал переправлять рабов в Канаду, которая не знала рабовладельчества. Это очень интересная вещь, всем советую. В Олден А Гейм. Существует, собственно, игра по скотному двору Орелла. Она содержит меньше уже интерактивности, больше похожа, опять же, тоже на визуальную новеллу, но, тем не менее, да, мы проходим через все этапы становления вот этого вот анимализма, в обособление скотного двора и попытки расширить его влияние на соседние территории. И, собственно, в игре есть параметры, нужно следить за заполненностью амбара, следить за сохранностью, скорее, не сохранностью, правильно сказать. Ну, в общем, здание портится, и зверям нужно, в общем, выбирать, или кто-то будет голодать, они потратят силы на постройку укреплений от фермеров, которые хотят вернуть свои земли, или же они потратят это на восстановление крыши. В виде книги такой амбарной мы видим представителей, собственно, старый мэр, который, понятное дело, Ореллен был списан с Ленина, и, в принципе, «Скотный двор» это такая сатира на советский строй начала 20-го и на приход Сталина к власти. Собственно, ну, нам предлагают переиграть это, и что интересно, и что может несколько защититься от критики того, что это не игра, это визуальная новелла, здесь можно проиграть. То есть зверям нужно прожить 7 лет, но можно плохим менеджментом ресурсов не уследить, скотина подохнет, амбары опустеют, крыши затопят, мельницу разрушат, и, в общем, не будет никакого анимализма. Дальше мы возвращаемся вновь к ситуации, когда есть некое классическое литературное произведение, может быть, не самое известное, но тоже нужно его прокликивать. Я зачитаю несколько фрагментов из него коротеньких, и лик рассказчика скрыт. Если кто-нибудь из вас поймет до определенного момента, то прошу сказать. Походил по могилкам, зачем участвовал собственноручно в отнесении гроба из церкви к могиле, не понимаю только, зачем остался на кладбище, сел на памятник и, соответственно, задумался. Слышу звуки глухие, как будто борты закрыты подушками, при всем притом внятные и очень близкие. Господа, я предлагаю ничего не стыдиться. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. У кого-нибудь есть вариант, чье это произведение и чье лицо было скрыто? В тексте описывается портрет этого литературного деятеля, который был написан в те годы. Газета гражданин может кого-то натолкнуть на мысли. Нет, это бобок, это проза. Кто скрывается за этой газетой? Совершенно верно. Собственно, да, как бы персонажу, рассказчику в этой игре придан лик самого автора. И пока я ставлю книгу на полку и перехожу уже к третьей полке, в которой мы поговорим про образы писателей в играх, про их репрезентацию. Может быть, у кого-то есть комментарии, заметки к пройденной, просмотренной полке. Я видела книги по Lovecraft, там были Хребеты Безумия, по-моему, Зов Ктулху, еще что-то в формате книг Брославского, где тоже нужно не сойти с ума, не умереть, все в таком духе, но я их не покупала, не читала. Вы очень удачно предвосхитили мою речь, поскольку от Федора Михайловича Достоевского мы переходим на секундочку к Говарду Филипту Lovecraft, который оказал не столь же соизмеримое влияние на игровую индустрию, сколь толкин, но тоже довольно большое. И лавкрафтянские ужасы, наследие Lovecraft'а в самых разных видах, собственно, и в цифровых играх, и в, вы упомянули, в литературных играх, и в довольно большом количестве настольных игр по лавкрафту, а их очень-очень-очень-очень много, и они очень-очень-очень сложные. Если вы никогда не играли в настольные игры, и кто-то вам предлагает поиграть в ужасы архом или что-нибудь, это не соглашайтесь, вы никогда больше не подойдете ни к лавкрафту, ни к настольным играм. Это очень сложные хардкорные вещи. Но, тем не менее, если вам не понравилось, вы можете обратиться к этой игре или же за Федора Михайловича Достоевского топором зарубить лавкрафта, или можно кулаками решить спор, который терзал умы российской интеллигенции на протяжении многих лет. Кто же лучше, Достоевский или Толстой? В этой игре есть возможность устроить между ними поединок. Вот здесь Федор Михайлович одержал верх. На самом деле игр, в которых писатель выступает или протагонистом, действующим лицом, их не так много. И опять же, в рамках краткости изложения и просмотра наших полок я не могу не упомянуть буквально несколько. Игру Алан Бейк, которая начинается с цитаты Стивена Кинга, и в определенный момент главный герой, писатель Алан Бейк, который уезжает в глушь такую очень навеянную Твин Пиксом, настолько навеянную, что там и происходит мистика, и появляются персонажи, ну, напрямую списанные с, собственно, сериала Дэвида Линча. И здесь герой, писатель, собственно, говорит, что для него в детстве были вдохновениями книги Стивена Кинга. Собственно, здесь мы видим книги, которые я написал, автор Алан Бейк. И в определенный момент происходит весьма интересная вещь, поскольку мы путешествуем по вот этому странному городку, перемещаемся в пространстве, иногда во времени, мы не понимаем до конца, что происходит, но периодически герой пытается собрать свою книгу, свою рукопись из страниц. И мы еще поговорим о том, чем являются книги в играх, но такой небольшой взгляд в будущее. Чаще всего книги — это просто несколько записок, которые названы книгой. Но примечательно одна из этих записок «Найтгейл пытался найти в рукописи смысл. Она была странной и бессвязной. Агент не понимал и половину, но все выглядело правдоподобным, до невозможности правдоподобным. Он вытащил фляжку, дойдя до страницы, где описывалось, как он дошел до страницы, из-за которой вытащил фляжку. Мозги плавились не от выпивки». То есть интересная вещь, что обычно записки в играх, мы чуть-чуть позже об этом поговорим, сложат для расширения понимания вселенной происходящего. И чаще всего они обращены в прошлое. Мы узнаем, что уже случилось. Но в ситуации салон-вейк, где происходящее это частично роман, книга самого героя, мы иногда находим страницы в рукописи, которые предвосхищают, что произойдет. И это довольно интересная вещь. Во второй части, которая вышла в прошлом году, можно, в принципе, переписывать реальность, что добавляет уже более такого интересного писательского варианта. Переписываем реальность занят и другой герой игры, которая вышла также в прошлом году, Bookwalker, Тиф оф Тейлз. Собственно, мы видим ситуацию, что он открывает книгу и инстинктивно зажмуривается в ожидании прыжка. Вот есть такая кротовая нора, а здесь вот такая книжная нора. Но этого не происходит. Но примечательно, что действия игры происходят в шести книгах, где герой должен осуществлять определенные действия, переписывая сюжет. И интересно, что это такие, можно сказать, бульварные чтива. То есть они или берут известную вселенную, или скорее образ известной вселенной. Например, вот здесь мы видим такой вот интерьер школы, списанный с Хогвартса. Здесь мы видим интересное переосмышление цикла о короле Артуре в виде космического корабля, который захватывает или не захватывает искусственный интеллект. Или же мы видим пустыню, по которой путешествуют поезда. То есть примечательно, что здесь идет такой диалог, можно это сказать, с собственно жанрами. И это выделяет игру среди прочих. Эта полка получилась довольно такой небольшой. И вот здесь вот если у вас будут если у вас будет возможность поделиться своими познаниями, что я мог что-то упустить, не заметить, или же просто не знать, то если вдруг кто-то знает еще игры, где протагонистом выступает именно писатель, не журналист, игры, где мы играем за журналист или репортера довольно много, но вот именно писатель. Но в принципе мы можем перейти к следующей полке, можете подумать, вдруг вы вспомните. И собственно полка, которая повествует о самих книгах в играх. Одна из наиболее примечательных, интересных книг в вселенной The Elder Scrolls, древних свитков. Собственно серия игр The Elder Scrolls, более известные под короткими названиями Моровинд, Обливиан, Скайрим. они примечательны тем, что это такое РПГ, такая приключительная игра в фантастических мирах, где разбросано огромное количество литературы, и герой, игрок часто занимается тем, что обчищает дома, обчищает пещеры, очень часто в пещерах каких-нибудь разбойниках будет целая книжная полка и таскает на себе вот словно книгоноша вот ворох этих книг. Часто то, что я говорил, действительно, они представляют из себя буквально пару страниц сжатого текста, и часто в других играх они служат просто для некого расширения вселенной, расширения лора, но в играх древних свитков есть интересный нюанс, что когда ты открываешь книгу, у тебя происходит некая такая, не сказать, что мини-игра, но ты ожидаешь, что это может или начать определенный квест, или же повысить навык игрового персонажа. Здесь перед нами в Морвенде такая знаковая для серии книга пьеса, сцена из пьесы про похотливую органианскую деву. Органиан это такая вымышленная раса не рептилоидов, но таких в общем людей, гуманоидных амфибий. И это такая довольно фривольная пьеса, в которой очень много таких метафор, связанных с полировкой копья или чем-то таким. И я рассказываю ее не для какого-то курьеза 18+, а для того, что, во-первых, это действительно вещь стала мемной внутри самой серии и внутри фанатов и вышла за пределы The Elder Scrolls. Но интересно в том, что в одной из последующих частей мы находим книгу, в которой ученый смотрит постановку этой пьесы и говорит, что это очень интересный сценарий, это очень интересный скорее даже сюжет. Он видел его под названием, под другими названиями в других культурах, там были другие метафоры, другие действующие лица, но суть была то, что это была такая фривольная пьеса, которая оставилась в театрах игры. И это очень интересно, поскольку зачастую книги и записки в играх, они такие очень серьезные, они The Elder Scrolls этим тоже, скажем, не брезгуют, это или про славные свершения предков, или про божественный промысел, или про деяние героев, или про что-то, 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 загонные обычаи, но когда мы видим книгу про фривольную пьесу в игре, это заставляет нас чуть больше поверить в реалистичность этого мира, где все, не то чтобы они все люди, они кто органианин, кто другой раса, но мы понимаем, что это чуть более живая, теплая вселенная, и это довольно примечательно. Но я уже вскользь отметил, что часто, когда игрок поднимает книгу, он или получает лор, или же в случае второй части Ryzen, игрок вместо большого полотна текста получает довольно короткую, такую пространную фразу, которая сводится к описанию определенного артефакта, который нужно найти, дабы улучшить свои навыки. То есть такая вещь, когда книга служит довольно утилитарно. Возвращаясь к наследию Говарда, Филипса, Лавкрафта, мы видим интересный вариант, потому что до этого я говорил о полностью вымышленных мирах, те миры Лавкрафта тоже полностью вымышленные, в которых все книги вымышленные. Но здесь герой по заветованной крафтианской прозе оказывается на неком острове, про который он не слышал, где живут рыболюды, культы, вот это все типично Лавкрафта. И сначала мы видим книгу, которая описывает историю вот этого острова Дарк Уотер, и он говорит, что я никогда про нее не слышал. Затем на одном из пространств игры герой находит Моби Дика. Напомню, он оказывается на Роболовецком острове, мы только что видели вымышленную книгу, теперь мы встречаем Моби Дика, книгу из нашей вселенной, и мы такие странно, но это книга, которая действительно тематически подходит, но в принципе логично, что моряки, будь они рыболюды, не рыболюды, они будут, наверное, читать похождения Брауа, Капитана Ахава и всего такого. Дальше мы видим книгу Кита Треска, которая опять-таки вымышленная и тоже повествует о истории этого острова и Роболовецких дел, а затем мы находим здесь она названа книга Диана, есть вариант ее транскрипции книга Диана, и здесь примечательно уже игровое описание предмета, что эта книга восходит к Елене Блаватской, к ее теософскому обществу, и вообще неясно была эта книга или нет, и когда она была написана, и кем действительно она древний-древний трактат или же мистификация, и тут происходит довольно интересный момент, мы как бы получаем и некие известные нам произведения, и неизвестные, и до конца не понимаем, что же происходит, то есть вариант такого смешения и включения в контекст. В игре вампыр про вампыра, где действия происходят в 1918 году во время эпидемии испанки, герой, опять-таки, очевидно, вампыр, и его соратники тоже вампыры, и в определенный момент он находит в покоях своей подруги, подруги, которая тоже вампыр, книгу Дракула Брэма Стокера, и казалось бы, ну да, игра про вампыров, и тут вот книга про вампиров, но интересный, другой момент, он видит, что в этой книге посвящение от автора, собственно, этой самой леди, которая послужила музой, то есть мы понимаем такое смешение реальности и вымысла, что вот есть мир, в котором есть вампыры, которые, разумеется, по канонам маскарада и всего такого, скрываются от людей и не говорят, что они вампыры, но тем не менее вдохновленной одной из представительниц этого рода Брэм Стокер пишет Дракул. Но вот опять-таки возвращаясь к книге Дзияна, говоря о Лавкрафте, говоря о одной из наиболее известных, популярных, часто используемых к месту, не к месту в различных произведениях, не только игровых, некрономикон. То есть, собственно, что такое некрономикон? Некрономикон — это запретный гримуар из человеческой кожи. А что, собственно, такое гримуар? Гримуар — это книга заклинаний темных, для вызова духов, или содержащие разные магические письмена, с которыми нужно осторожно обращаться. И, например, в одной из лучших российских игр, которая выходила за все года, «Черная книга», где действие происходит в Пермском крае, в Черденском уезде, если быть точнее, в конце 19 века, протагонисткой выступает знатка, собственно, ведьма, но знатка. И ей достается в силу стечения обстоятельств черная книга, которая позволяет ей складывать слова, колдовать. И примечательно то, что, собственно, я уже сказал про гримуар, сказал про книгу заклинаний, что книга такое орудие власти, орудие знаний, но она на самом деле появлялась в игровом поле гораздо раньше, не говоря про Dungeons & Dragons и все такое. Собственно, книга заклинаний из героев. Это вот это же то, что я подытоживаю, что мы начинали с того, что книга может быть и просто предмет, может быть предмет для расширения вселенной, предмет, который позволяет тебе взять задание, но и может быть действительно оружие, при помощи которого можно словесами или колдовать по-пермски или же по-героичьи. И пока мы переходим к завершающей полке, может быть у кого-то есть желание дополнить. Это довольно как бы много можно говорить про сами книги в играх, может быть что-то вам кажется важным для дополнения. Есть настольная ролевая игра, которая как-то тут по многим категориям подходит, она называется Bookhounds of London, то есть это игра по тем же правилам, по которым игры по Вовкрафту сделаны, но она конкретно про героев, которые книга торгов в Лондоне. Она недавно вышла, она от Cultist Simulator. Я ее знаю как можно, может быть она и делалась как компьютерная, в общем да, она там по многим просто категориям мне кажется подходит. Да, я еще все пытаюсь как-то приплести сюда Disco Elysium, потому что это тоже как бы игра в принципе тоже по книге, но если именно эту тему брать, то там книги использовались как просто штука, которая коротает время. Тоже прикольный момент. Про Disco Elysium конечно можно отдельно говорить. Да, это долгая тема. Но к этой теме она тоже давала задания, тоже навыки прокачивала, и просто коротово время. Тоже как вариант. И да, конечно, я сказал про Baldur's Gate в 23-м году, а Disco Elysium 19-го вновь доказала, что нормально сделать игру, в которой ты читаешь, 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 и всем понравится. Все премии получат и станет феноменом. И на самом деле вот игра Bookwalker, которую я показывал, где герой путешествует по книгам, ее многие называли вот игрой, которая много чего попыталась взять от, собственно, Disco Elysium. А тут интересно, что в Disco Elysium интересный вариант, что текст справа. Они подсмотрели вот одной социальной сети. И да, раз уж мы заговорили про Disco Elysium, я вскользь упомянул про качество текстов в играх, поскольку первая версия этой лекции называлась «Слово живое книга мертвых», и зачастую текст в играх лишен, скажем так, литературного редактора, определенной литературной ценности и всего прочего, и его действительно избыточно много. И то, с чего я начинал про книги от второго лица, что вы находитесь в аудитории, в душную погоду, вы слушаете лекцию про книги, перед вами стоит человек, он держит микрофон, и дальше еще можно вот так продолжать описывать детально все-все-все-все-все-все, что происходит, и когда не было вообще никакого визуального наполнения, только текст, это было нормально. Но проблема в том, что в 90-е, когда тоже Plains Game, Torment и другие игры, которые, в принципе, хвалят за литературность, там создавалась проблема, что очень большое количество мусорного текста, что бесконечное описание, а дискоэлизиум важна тем, что ты не устаешь ее читать, потому что там текста много, но он написан короче, он написан более живым языком, и большая часть текста это все-таки диалоги, а не вот эти просторанные описания с неимоверным количеством струящихся словно горный ручей, синонимов и прочее, прочее, прочее. Там у самого текста будто душа есть, вот какой-то чувствуется... Или древний рептильный мозг. Вот именно. Следующий вопрос. Я хотел добавить, что мы упомянули о том, как книги из реального мира забрались в игры, но сейчас и наоборот происходят, и вот те же мемные похождения арганианской девы, они уже как бы отдельно от Тесса и истории империи, и все-все-все, и люди как бы готовы читать это даже в отрыве от самой игры. Да, я видел несколько изданий, там правовые вопросы, конечно же, отдельные, да, у меня возникала мысль купить вот эти вот сказания, хрониковые сказания Вивика и прочее. Да, прям по Морвенду я несколько видел. Вот, и особенно активно, мне кажется, это в сфере кулинарии, вот, например, всякие рецепты из Тесс, из Варкрафта, это все издается в хороших, дорогих очень изданиях, и люди покупают, это очень хорошо. Я однажды хочу сделать арт-бранч, пройду в играх, где я принесу эти книги. Приглашайте на лекцию. Меня мучает вопрос, вы не знаете, почему игра называется Вампыр? Это рофл, или в этом есть какой-то скрытый смысл? Я думаю, скорее для того, чтобы проще было ее искать, поскольку, наверное, товарный знак Вампир уже был зарегистрирован. Я не берусь утверждать, но это скорее всего так. И переходим тогда к последней полке. Она получилась в силу того, что мы, наверное, и так уже довольно много копаемся в пыльной литературе, не очень короткой, но опять-таки вы можете что-то свое сказать. Не знаю, читал ли кто-нибудь эту книгу, кроме меня, и вы, наверное, подумали, что книга под названием «Зельда», она про серию игр «Легенда о Зельде». Но нет, она про легенду «Наследие драконов». Браузерные игры нас не отпускают. И я мог бы сейчас достать, постыдно показать книжку новелизации про браузерную игру «Легенда наследия драконов». Да, отдельная ситуация, что выходило несколько книг, где действия разворачиваются во вселенных браузерных игр. Не во вселенных, не знаю, там суперизвестных типа «Варкрафт» или «Вархаммер», а именно во вселенных браузерных игр, что довольно странно. Но именно вот эта вот книга «Зельда», книга о новых героях, интересна тем, что действующее лицо это обычная девочка из района Петербурга, у которой обычные подростковые проблемы. Она сломала ногу, потому что она каталась на мопеде, и мать не пускает к ней ее ухажера, ей нужно готовиться к поступлению, она переписывается с ним в ICQ, а он там помогает устраивать какой-то концерт. Это очень интересное произведение. Оно обладает не столь художественной ценностью, но оно обладает довольно большой культурологической ценностью. Может быть, кто-нибудь бросит в меня пыльным томом, но тем не менее. И этот ее молодой человек говорит, «Ой, слушай, тут есть такая игрушка, легенда наследия драконов. Короче, давай поиграем». Дальше она начинает играть, и в книге тексты, собственно, главы, повествующие о приключениях этой девочки, перемежаются с пространными лирическими отступлениями самого автора, о природе браузерных игр, о природе, в принципе, онлайн-игр, о том, до чего они доводят людей. Там есть специфические ситуации, когда конфликты из онлайн-игр переходят, скажем так, на улицу, в реальный мир. В общем, правило магического круга нарушается. И что интересно, у этой книги есть посвящение, ну, собственно, посвящается, а дальше идет перечень ников игроков из этой самой игры. Поэтому за какие-то достоверности можно ручаться. Это такая своего рода хроника и памятник эпохи, эпоху браузерных игр, которые все отрицают, но она была. «Коллекционер пустоты» довольно странная такая книга. Я знаю людей, которым она очень не нравится, знаю людей, которые к ней более-менее равнодушны. Тоже речь идет про нулевые, но не про браузерные книги, про браузерные игры, а про ситуацию, когда парень устраивается на подработку в магазин пиратских дисков и попутно узнает про существование некого форума, где люди собирают предметы по типу китайские черепашки-ниндзя с каким-нибудь цветом, которого не было в оригинальных черепашках-ниндзя, или какой-нибудь там перевод игры от Фаргуса, который, не знаю, там с ошибкой был или еще чем-то. То есть как бы герои играют в эти все игры в этом магазине, описывается будня таких гиков из нулевых, и попутно там есть некая мистификация в виде игры Юпитер, которую герои находят и пытаются разгадать. И эта игра существует в реальном мире, в нашем с вами мире, ее можно найти, но там есть проблема, что она подается в качестве игры восьмибитной, по-моему, которая была сделана вот тогда-то, но и текст изобилует определенным количеством анахронизмов, то есть словами, которые не могли употребляться, мемами, еще чем-то, которые не могли употребляться в те годы. И, в принципе, игра скорее больше похожа на такую ретро-ституализацию, чем действительно на такой found-fontage найденный объект. Наверное, последнее, о чем я скажу, это на самом деле графическая новелла или комикс, скорее больше графическая новелла или графический роман. Знаю, что есть определенные споры относительно, просто называю график новелл. Повествующая тоже довольно интересной и не самой очевидной стороне. Вообще, в принципе, бытия онлайн-игр тоже у нас похожая ситуация, есть некая девочка, которая начинает играть в игру, ее принимает в классный клан, она общается, но ей говорят, слушай, вот тут бегают боты, они добывают деньги, надо их бить. Они говорят на китайском, короче, если они говорят на китайском, не отвечают на вопрос, бей его. И однажды она как бы пытается напасть на одного из ботов, а он ей что-то отвечает, она через переводчик понимает, что это реальный игрок, а не бот, то есть не программа, которая управляется, не программа, которая управляет персонажем. И между ними завязывается общение, и она узнает, что, собственно, вот она такая девочка из Америки, которая играет в онлайн-игру, а это парень из Китая, который работает на вот этих золотых фермах, так называемых, когда люди по 12-16 часов играют в игру, чтобы добыть внутриигровую валюту или предметы и продать их за реальные деньги. Разумеется, практически во всех играх это запрещено, за это блокируют, наказывают, но это такая вот теневая сторона игр. Существует потрясающая книга под странным названием «Миллион играючи». Это очень крутое журналистское расследование, американское, собственно, про человека, который заинтересовался этим феноменом, и опять-таки сначала это называлось мексиканскими фермами, а потом уже мы стали это называть китайскими фермами, где он путешествует по стране, берет различные интервью и пытается, выступает на конференциях по внутриигровой экономике и пытается, собственно, понять функционирование этого внутриигрового рынка. Но опять-таки это «Миллион играючи» это книга нонфикшн, а вот в реальной жизни это такая графическая новелла, график новелла. И я ставлю последнюю книгу на последнюю полку, и если пыль со страниц еще не утомила вас, не сомкнула ваши веки, то мы можем или обсудить что-то из предыдущих полок, или же, возможно, вы подскажете что-то из книг, написанных про игры, но еще раз оговорюсь, не ситуация, когда берется существующая франшиза и по ней осуществляется акт трансмедиальности книга по фильму, книга по игре, комикс по игре, а именно ситуация, когда действующие герои это или игроки, или разработчики, то есть через художественную литературу происходит такой вот анализ, рефлексия культуры людей, которые играют в игры. У корида «Доктору» таких книг, по-моему, несколько. Тот, по которому комикс сделан, это, по-моему, такой сравнительно короткий рассказ, а есть еще, как минимум, две или три, где прям ММО и РПГ это какой-то там основной аренадействий. Ну а так-то первому игроку приготовиться уже в какой-то я не стал ее включать, потому что все-таки фантастическая. Да, я не оговорился речь, все-таки, чтобы это было не отдаленное будущее, хотя метаверсы все такое прям показывают, что, точнее, первому игроку приготовиться пугающе напоминает ситуацию с метаверсами. Я тут не выступаю вроде, не знаю, лудита или технопаники, но просто как бы, да, есть вариант развития метавселенных вот в вариант первому игроку приготовиться, но много есть, да, ситуаций, когда вот есть некая виртуальная реальность или игра, в которой, ну, про попаданцев, когда игроки застревают в игре, не только аниме, есть множество таких. Вот меня скорее интересует именно ситуация, чтобы это было про, не знаю, может быть, я бы почитал роман про, не знаю, людей, которые играют в World of Warcraft или там, не знаю, там, роман про спидранеров, там, про какое-нибудь игровое сообщество. Это было бы безумно интересно. Реально роман про людей, которые играют в героев по сетке, типа, дома. Я думаю, многие бы из вас бы согласились такое почитать. Причем желательно, чтобы это все-таки было написано с литературной редактурой, но при этом человеком, который знает, с которым таким образом, не знаю, обращаться с персональным компьютером. Но, как бы, да, спасибо, я посмотрю другие произведения. Они, они, как бы, тоже графические? Нет, нет, у него больше эта часть книг не совершенно обычная. Может быть, я просто не находил в переводе, но посмотрю. Да, могу тоже поискать. Да, во-первых, если кто-то знает роман про то, как играет Вовку, дайте знать, очень интересно, как человек, который кучу лет в это играл. Да, правда, было бы интересно глянуть. Я еще хотел пару мыслей вкинуть. Есть книга, но она, по-моему, про феномен Вов, она, скорее, вот тоже журналистского толка. Но на русский язык, к сожалению, не переводилась. Бомбора, пожалуйста, переведи когда-нибудь. Ну, можно и на английском посмотреть, если название подскажете, будет интересно. Так сходу не спал. Ну, не страшно. Хотел когда-то ее добыть. Я думал, в ходе лекции замянуты визуальные новеллы, такие более попсовые, которые сейчас развиваются. Те, которые запретили, нет. Ну, ладно, эти не надо, а те, которые разрешены. Ну, в общем... Ну, так бабок, это, в принципе, я говорю, визуальные новеллы прокликиваешь. Большая часть книг по играм, и в том числе по кавке, другие есть, прям по превращению ты прокликиваешь. Ну, судя по всему, здесь подобраны достаточно качественные представители этого жанра. Хочется отметить, что в связи с доступностью инструментов сейчас куча и трэша, да, даже среди популярных отечественных продуктов это не всегда присутствует. Ну, это, наверное, не идет на пользу жанру в целом, но, может, какую-то популярность создает, не знаю. А я хотел вот о чем спросить по поводу интерактивности. Вот эти книги вначале, которые были упомянуты, что-то там миллион каких-то историй. Сад расходящихся тропок и миллион стихотворений. Да, вот есть такое ощущение, что часто авторы... Ну, я не знаю конкретно ни одной из этих книг не читал, я скорее могу только по визуальной новелле говорить. Они гонятся за количеством типа концовок разных, то есть за вот этим ветвлением различных рутов и в погоне просто за количеством приходят к тому, что они там ничем буквально не отличаются, и интерактивность, вот эта вот вариативность, она лишь номинальная. Мы тут, я бы сказал, персонаж запомнил это, и мы переходим к проблеме игр серии «Тейл Тейлз», которая, собственно, создает иллюзию выбора, когда ты выбираешь разные варианты, но концовок мало, и тебя все... Ну, как такое вот, не знаю, не хачапури, как это называть, когда вот у тебя как бы точка начала, потом несколько ветвится, а в итоге все равно все заканчивается. Да. Может, кто-то проголодался, я не подумал, сказал. Примечательно все-таки мне казалось именно обращать внимание на то, что разные исследователи на различных семинарах... Вот совершенно недавно был семинар, где, собственно, сравнивались и сопоставлялись с атеросозящихся тропок и жизни страдания Сиро Бранте, как такое вот, ну, эволюция, скажем так, жанра. Просто эксперименты как бы были интересны и в, я уже сказал, в 20 веке, но опять-таки они были и чуть ли не в 17 веке, просто о них меньше известно, и они были интересны тогда, когда они действительно были экспериментами, когда уже велосипед и колесо изобретено, это уже скорее просто, ну, да, нужно стремиться сделать свой дисколлизиум или свое что-то, что опирается на, в принципе, понятный механизм, на понятные механики, но поражает мастерством исполнения и, в принципе, каким-то привнесением чего-то нового. Я ответил или не совсем? А можно общий философский вопрос? Мне казалось, что литература в играх это был такой костыль некий, когда не было особо технологических возможностей, и нужен был сюжет. И поэтому делали какой-то сюжет, сторителлинг, там обязательно герой должен был какие-то истории выполнять, определенную замкнутость была в этом. А сейчас как будто бы поколение Альфа они уже нифига не читают, и у них открытые вселенные, можно делать все, что угодно. Абсолютно непредсказуемость в этих мультиплатформенных открытых играх внезапно в Майнкрафте возникает хрен знает что, и как бы вообще нет никакого сюжета. И замечаешь ли ты, что литература перестает быть популярной вообще в компьютерных играх и становятся новые форматы? Сера Бранта и Диск Элизиум показывают и Балдорс Гейта, что люди все еще будут читать, если их что-то будет увлекать или если это будет хорошо написано. А вот про то, что ты сказала, довольно примечательный переход, я могу его обозначить скорее на, не знаю, может быть, в общем, игры частично до Биошока и после. Опять же, я говорил, что часто книги это записки, а очень часто в играх тонны макулатуры в виде записок, что здесь что-то произошло, или страница дневника, и раньше это действительно должен был останавливаться, открывать или инвентарь, или открывать это, читать, скипать. Но вот и в Биошоке, и в Диабло третьем, когда ты находишь записку, она выполнена в виде аудиолога. То есть ты продолжаешь игровой процесс, но тебе с бобины голос наговаривает, что здесь происходило. То есть как бы записки в такие войсы, голосовые сообщения превратились, потому что, чтобы не отвлекать от игрового процесса. И да, действительно, текста в играх становилось все меньше, меньше и меньше. Чаще как бы там герои проговаривали что-то сами. Но опять-таки мы проходили развитие, когда в части игр вообще не было текста. Не знаю, Понг, Тетрис, Дум, в котором его не очень много, но тем не менее. И как бы да, ситуации текстовых адвенчур, где у тебя только текст. Потом в графических новеллах мы пришли к тому, что текста стало меньше и больше изобразительного, но потом как бы да, текст во многих играх это чат, выяснение отношений и прочих вещей. Такая вот вещь. Но опять-таки, сколько бы люди не хоронили тексты в играх и говорили, что ой, да все зумеры не читают, вот это вот все. Будут миленькие читать и дискоэлизиум, и Baldur's Gate 150 часов, и вот это вот все. Ну я скорее про сюжетность, про то, что как бы не нужен определенный скрипт сценарий, что люди хотят неконтролируемость, непредсказуемость, и опять же не иметь эти пять сюжетов, в котором все закончится, а не иметь сюжета вообще, типа у тебя открытый мир, и ты как бы не знаешь, что там... Я скажу страшную вещь, но так не бывает. Человеческий мозг так устроен, что нет, игры без сюжета. В Понге есть сюжет, это как бы два человека играют в тетрис, ой, в смысле, в теннис. Как бы в тетрисе ты как бы сделаешь какие-то конструкции, ты все равно будешь задаваться как бы вопросом, что происходит. То есть даже если сюжета нет, он... ну, повествование через окружение, через какие-то элементы, ты все равно будешь достраивать. Я когда читал лекцию про нечеловеческую агентность и сталкивался с тем, что очень много игр с антропоморфными животными, мало игр, где действительно прям животные-животные, стройнее считается, потому что это игра проговорящего робота, а не кота. Если... ну, простите. И многие говорят, да люди не будут играть в игры, где не антропоморфные персонажи, где не гуманоида. Да? А в змейку мы играли? Играли. А в шарик, вот этот вот бонс на телефонах мы играли? Играли. А в разные, как бы, другие игры, где мы управляем кубиками, квадратиками, еще чем-то. Человеческий мозг способен видеть абстракции, он может наделять какие-то предметы, ну, я забыл это, классное слово, это психическая особенность, когда человеческий мозг видит в двух точечках и скобочке лицо. Это эволюционный механизм, чтобы видеть, что там на тебя из кустов таращится. То есть, вот эта вот штуковина, она эволюционно обоснована, и от нее никуда не деться. То есть, как бы, мы будем видеть какие-то вещи, мы будем додумывать сюжет, даже если в игре нет текста, мы будем, ага, это, наверное, руины цивилизации, а что здесь произошло? Если у нас Dark Souls или Souls-like, где мы по крупицам будем сами создавать себе как бы вселенную и придумывать, это отдельный важный и интересный момент. То есть, да, есть игры-сервисы, где, в принципе, сюжет не особо важен, хотя он тоже есть, там, какие-то, какие-то расплетения, но зачастую он подается через другие костыли в виде, там, дополнительных видео, дополнительных роликов, дополнительных, там, не знаю, книг, комиксов, но как бы в любой игре есть сюжет, и он далеко не обязательно подается через записки. Скорее, подавать сюжет через записки, ну, это стало определенным моментным методом. Можно рассказывать историю без слов. То есть, когда ты заходишь в помещение, видишь там, ну, самый простой пример, я надеюсь, сейчас не будет спойлера к собору Парижской Богоматери, простите, если будет. в общем, когда обнаруживают скелеты в самом конце, то как бы, ну, те, кто их обнаруживает, достраивают, как это все происходило, что произошло, кто. Но вот, как бы, люди способны на дедуктивное мышление и как бы воссоздать картину, что произошло. И это гораздо круче работает на, ну, как бы, вовлечение. И поэтому, как бы, и детективы так ценятся, и детективные игры, потому что, ну, они позволяют как-то задействовать другие участки. Я ответил или ушел в сторону. Нет, это интересно, спасибо. Я просто еще задумывалась о том, что как будто бы, чем привлекает Метаверс, то, что ты там имеешь симуляцию себя, но ты там можешь делать какие-то, ну, дурацкие вещи, и к тебе внезапно может ворваться в комнату тоже какой-то дурацкий персонаж, который тоже может сделать что-то дурацкое и непредсказуемое. Это все еще было в игре Second Life. Метаверс до Метаверса. Ну вот, да, и, короче, мне кажется, это как будто бы суперинтересное направление, и, может быть, это даже скорее про видеоарт или про что-то. Это игра, в которой ничего не происходит, и ты ничего не должен делать, и ты можешь просто ходить там и залипать, не знаю, на природу, или там на какой-то космический... Ну, короче, как будто бы вот это интересное поле про не... как бы игра, в которой нет вот этой структурности, правильности мира, которая не симулирует сюжетность. Я бы знаю, что, может быть, очень сильно упростило тоже кто-нибудь может в меня кинуть пыльную книгу, но вот у нас есть одиночная игра, которую можем сопоставить с чтением текста в самом, ну, таком, нанотологическом смысле, не знаю, как и просмотр фильма тоже будем сопоставить чтению текста. А онлайн-игра — это скорее разговор или дискуссия. То есть, как бы ты не знаешь, что дальше пойдет, куда уведет, кто действительно ворвется, кто начнет, не знаю, прыгать, орать, ругаться, не знаю, еще что-то делать. То есть, как бы, да, сложно говорить о какой-то серьезности и сюжете. Ну, это к нашему с тобой разговору, что открытие выставок, оно вот такой же метаверс, что как бы все собираются, но как будто бы для чего-то другого. Я не знаю, что у нас там по времени. Есть еще время на пару вопросов? У меня будет комментарий. У меня будет комментарий. У нас здесь лекция была про диджитал-поэзию Насте Явцевой. И вот как раз она рассказывала про игры, где ничего не происходит. Люди едут в троллейбусе, и потом, ну, там иногда его нужно натолкать, потому что он останавливается. Ну, это визуализация поэзии, но она в игровой форме сделана. И там как раз очень часто ничего не происходит. Там есть несколько сценариев, что можно открыть холодильник, или нельзя открыть холодильник, или в холодильнике что-то есть, или что-то, ну, там открываешь, а в холодильнике ничего нет. И ты можешь посмотреть в окно, или можешь не вставать, в принципе, с дивана. Вот. И вот такая форма. Мне кажется, Евгей, я тебе эту лекцию пришлю. Пришли, да. Потому что, мне кажется, про троллейбус я что-то слышал, но не... Вот. И там много таких примеров, в разной степени о ней детализации и разной степени там структурности или какой-то сюжетности, но, мне кажется, это все перекликается и вот с этим вопросом. Да, это скорее к первой полке, где вот это больше идет в такие литературные эксперименты. У меня пару вопросов. Я мог бы это загуглить, наверное, но я тут, и у меня есть лектор. Вы сказали, что есть по Лукьяненко какие-то игры по книгам. Меня вот заинтересовало. Есть какие-то примеры? Вот хотя бы так. Во-первых, браузерная игра Дозоры. Там есть нюанс, потому что она вышла в 2004 году, в год, когда вышел фильм. Ну, во-первых, фильмов всего два, «Ночной дневной дозор». А книг, я боюсь ошибиться, но порядка пяти-семи, да. И вселенная вот этой вот браузерной игры, которая до сих пор существует. Я зашел недавно прям в интерфейс из нулевых, из 2004 года. Вау. Машина времени. И... Слушайте, я... Да, они вместе с... Не Камперумовым? Да, там есть несколько... И, говорю, по Стругацким есть... Ну, по Стругацким-то Сталкер, понятно. Не совсем. Это... Трудно быть богом. Но оно продолжение, оно как бы фанфик. Оно после действия книги. Ну, «Ведьмак» тоже продолжение, по сути. Ой, «Ведьмак» — это отдельно интересная вещь. Есть книга у Бомбора про, собственно, вселенную, ну, медиафраншизу. Потому что была книга, потом был один сериал, потом была игра, потом был вот сейчас сериал. И вот это вот все переплетается и прочее-прочее. Так, ну, тогда другой автор. Просто ни одной игры на слуху нет. Хотя это вроде считается одним из самых экранизируемых авторов. Это Стивен Кинг. И как будто бы ничего вообще из игр... Я вот когда... Что-то можно найти, но вряд ли. Собственно, когда упоминал Алана Вейка, я уже буквально вот сейчас, когда это проговаривал еще раз, я подумал, что, возможно, стоит посмотреть, есть чего-то или нет. Оно, ну, оно может быть. То есть, вот говорю, игра про Кавку вышла вот буквально недавно. Оно, правда, можно поискать, оно есть, просто оно может быть даже не в Стиме, а где-то там, не знаю, для фестиваля какого-нибудь делалось. Или на ИЧ-ИО. То есть, я думаю... А, вопрос, конечно, еще... У него же есть этот, по-моему, конкурс, за один доллар он отдает права то ли на экранизацию фильма то ли на еще что-то. То есть, поскольку все-таки Стивен Кинг это живущий автор и его тексты еще не перешли в национальное достояние, я не помню точное название, то есть, сколько-то там лет. Общественное достояние. Возможно, есть некоторые юридические нюансы. Вот. Такой момент. Потому что большая часть, то есть, как бы и Оруэлл, и Толкин, и прочее, прочее, хотя у Толкина как бы там тоже есть правообладатели и прочее, прочее. Там, вот, мне кажется, не стоит забывать о правах, что как бы кажется должно быть, а потом ты понимаешь, а нужно получить разрешение. Я еще вспомнил игру, как автора не помню, у меня нет рта, но я должен кричать. Да, 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 да. Она есть в подборке игр в Стиме с игрой Моджи, что-то там, я забыл, где герой превращается в таракана, и там такая, и у него имя-анаграмма за Грегора Самса. То есть, она считается такой около пятой игрой по Кавке. То есть, да, я знаю про нее, но я просто не включил эту подборку. Ну там просто интересная история, потому что это прям коротенький, коротенький рассказ, а игру сделали прям полноценную, то есть, прям раскрыли все, что не раскрыто в самом рассказе. Вот, я просто видео смотрел прикольно именно про в целом игру. Это же довольно прикольный пример. Скажу, что есть, по-моему, и Соломея Ускара Уайлда, которые делали не Тейл Тейлс, а Тейл оф Тейлс. То есть, есть много довольно таких классических произведений, но не самого, как бы, там первого эшелона, не самое известное, но я потому изначально и говорил про множество шкафов, что про, ну не то, чтобы про каждую из полок можно сделать отдельную лекцию, но, как бы, это все можно больше и больше и больше расширять и распространять. Ужас, я только что понял, что Тейл Тейлы делают не просто игры, а игры по играм. У них же есть про Майнкрафт игра и про... Есть бельгийская студия Tale of Tales, которая делала Тропу, Endless Forest и, собственно, вот игру по Соломею, а есть вот эта вот закрывшая студия Тейл Тейлс, которая делает игру по храдячим мертвецам, Фейбл и прочим, и прочим. Фейбл, кстати, игра по комиксу. Ну, вот, в принципе, иногда в некоторых подборках ее включают. АПЛОДИСМЕНТЫ